Волейболистские амички Волейболистские амички Буду с удовольствием приходить, с удовольствием приглашать всех заинтересованных лиц, потому что на эту команду стоит посмотреть. Эта команда сегодня имеет большой потенциал. Опять же из-за того, что я увидел, что это действительно команда. Обещание посещать матчи министр спорта начал выполнять прямо со старта чемпионата. 11 октября. В спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова волейбольный сезон был открыт матчем «Амичка Протон». На старте поединка в игре обеих команд чувствовалось волнение. Оба соперника ошибались, но к середине первой партии хозяйкам удалось выйти вперед и закрепить преимущество. И хотя волейболистки Саратовской области предпринимали попытки наверстать отставание в счете, концовка партии осталась за «Амичкой» 25-21. Во втором сете преимущество «Амички» было уже более внушительное. Стоит отметить уверенную подачу нашей сербской связующей Баяны Живкович. Во многом благодаря ее действиям превосходство хозяек площадки было неоспоримым и достигало во второй партии порой 15 очков. Завершился же второй отрезок встречи со счетом 25-13. Не возникло у омских кошек проблемы в третьей партии. Результативные атаки в основном шли через высокорослых Мамадову и Алишеву. И это принесло в итоге успех нашей команде. Сезон охоты за медалями чемпионата России открыт. Все понравилось. Понравились очень болельщики, которые нас поддерживали. То есть это нам помогало. Помогла подача Баяны Живкович. То есть мы стали более увереннее. Успокоились на приеме. То есть стала более разнообразная игра. И в защите. То есть делали все по установкам. Меня переполняют эмоции, потому что первая игра и она победная. Еще и со счетом 3-0. Было очень приятно играть в этом зале. После матча Елена Соколова, главный тренер «Протона», поздравила амичку с замечательной победой. Наставник омских кошек Зоран Терзич, в свою очередь, отметил, что для первого матча наша команда сыграла неплохо. Наибольший позитив внушает подача, защита и блок. А вот над первым темпом предстоит еще поработать. И необходимо улучшать прием. Следующий матч амичка проведет на выезде. В Красноярске наши команды сыграют с дебютантом Суперлиги Енисеем. На домашней площадке за омских кошек можно будет поболеть 19 октября. В Омск приедет действующий чемпион страны – Казанская Динамо. Начало встречи в 19.00. Субтитры создавал DimaTorzok